Всем привет! С вами Алис Канабериллаб. Работаем с картами, смотрим прогноз погоды на ближайшие дни, делая выводы о катаклизмах. Начинаем с чистоты воздуха и смотрим Северную Америку. Ну, в целом, все нормально. Вот здесь на юге Техаса, немножко Юг-Калифорнии. Запыление также мы видим в районе Великих озер. Ну, в целом, это все небольшие явления. Вот в Венесуэле мы видим хороший очаг такой. Ну, продолжаются пожары в Бразилии. У нас в целом на юге Африки все прекрасно. И смотрите, как расчистилась север. Всю пыль, которая была в Сахаре, такое ощущение, что ее раздуло в разные стороны. Сейчас большая запыленность вот здесь на Ближнем Востоке. Наблюдается, может быть, даже в Восточном Средиземноморе. Какие-то очаги возгорания у нас в районе Персидского залива. Вот здесь в Румынии тоже. В Средней Азии здесь пыль гоняется по степям, по пустыням. И вот здесь вот что-то где-то, смотрите, прям серьезное тоже возгорание непонятно. Причем большое это, на запад от Балхаша. Прям такая хорошая зона покрытия. Даже не ясно, что происходит там. И чуть восточнее, кстати, то же самое. Все это в Казахстане. Так что, если кто-то проживает в Казахстане, пожалуйста, расскажите, что же происходит у вас там в районе Балхаша. Вот. Алексей Покровский вот рассказал, что происходит в Красноярском крае. Связано это с Тарфянником, потому что они могут быть на глубине. И в один прекрасный момент они поднимаются на поверхность. И, соответственно, пожарным туда пробраться нереально. Ну, если это настоящая тайга, то да, там просто нереально. И сезон с ветрами, результат виден. Также о ветрах пишет Анна Русса с Екатеринбурга. Она пишет о том, что прилетели птицы по расписанию, а теперь их не слышно. Так как аж квалики гуляют, аж дом вибрирует. И она ожидает, что до субботы тепла не будет. Ну, тепло, кстати, к вам может зайти. Об этом мы чуть попозже поговорим. Сейчас давайте посмотрим, что у нас с пожарами. Ну, вот в Забайкале здесь продолжается возгорание в Приморье. Также на Камчатке наблюдается не меняется ситуация. Это в Китае, в общем-то, и в Индии примерно так же. Давай теперь посмотрим, где какие осадки у нас. Мы видим циклон сейчас находится вот здесь на запад от Ирландии и Великобритании. Соответственно, собой он покрывает. И он создает облачность в Западной Европе. На радость испанцам, наконец-то, циклон, который вызывал у них холод. Он оставил напоследок снег у них вчера. В Центральной Испании практически повсеместно отмечалось выпадение осадков в виде снега. И теперь этот циклон съехал сюда, в сторону Корсики. А в Испанию, наконец-то, устремится весна. И вот этот циклон, который находится над Ботническим заливом, он тоже играет большую роль в погодных условиях. Почему? Потому что его имя, кстати, Миряло. И он, с одной стороны, вызывает сильные ветры, вот здесь, на северо-западе, так как вот в Новгороде там деревья падали. А в Санкт-Петербурге трехметровая ледяная стена выросла в районе защит на Балтике. Ну и, соответственно, там осадки выпадают в виде снега, дождя. Но, с другой стороны, именно этот циклон, вращаясь, и вот его хвосты, как, понимаете, как лопасти пропеллера, они заставляют воздух двигаться с юга-запада на север. И вот это вот движение, плюс еще добавляется, вот здесь, обратите внимание, высокое давление над Казахстаном сейчас, а оно крутится вот так вот по часовой оси. И получается, что тоже, как шестеренка, вот отсюда, со Средней Азией, даже ниже, со стороны Ирана, теплый воздух устремляется на север. Последствия будут видны через пару дней, но вот уже завтра можно отмечать изменения в погодных условиях. Так, давайте посмотрим теперь над Ямалом, вот здесь, в область низкого давления. Она, наоборот, здесь загоняет прохладный воздух, вот, но он смешивается с относительно теплым воздухом вот здесь вот в Сибири, и в итоге получается вот такая вот смешанная система, которая идет в дальнейшем в сторону Восточной Сибири. Мы видим в Приморье, здесь в Охотском море находится область низкого давления, но здесь вот снежок выпадает. На Чукотке, на Камчатке редкие случаи, когда вообще нет никаких осадков. Мы видим в Индии тоже нет, только на самом юге и Цейлоне. В Китае тоже относительно хорошая погода, а вот в Индонезии, в Папуе, здесь вернулись грозы. На юго-восток Австралии тоже грозы вернулись. И вот этот вот циклон, он все-таки атакует, смотрите, новую Калейдонию, поэтому предупреждение надо выносить. Это французский департамент, принадлежит Франции до сих пор. И туда могут французы вылетать, отдыхать, все, находясь внутри своей страны. Так, юг Аляски, здесь у нас выпадает снежок и дождик. А вот на западе Канады, смотрите, хорошая погода, потому что здесь и на северо-западе США здесь установится область высокого давления. Вот сейчас находится циклон к западу от Великих озер. Хвост его проходит вот так опять на Великие равнины. А этот циклон уже вышел за практически пределы территории США, но остался вот здесь кое-где на побережье, рядом со штатом Нью-Йорк. И были торнадо вчера, да, как и ожидалось. Торнадо были в Джорджии и Алабаме. И даже один человек погиб в итоге. Так, в районе Парагвая у нас тут сильные грозы. И Южная Чили, и Аргентина. Здесь мы видим, уже выпадает полоса снега такого. То есть осень прогрессирует там. На юге, в Африке кое-где грозы. Но в целом погода без катаклизмов сейчас. Давайте посмотрим. Мы видим, что вот эти два циклона в США, они вызывают определенную озабоченность. Ну вот будут сегодня грозы. Пока насчет торнадо непонятно. Но хвост от этого циклона через Великие Озера зайдет вот сюда опять в те же штаты. Миссури, Миссисипи, Луизиана и опять Алабама, Джорджия в этих местах. А циклон с побережья выйдет в океан. Вот этот циклон отошел от Ньюфаунленда. И вот здесь циклон расположится прямо над Шотландией. А над Балтикой циклон, он никуда не исчезнет. Он над Батническим заливом. Он потихонечку начинает распадаться. Видно, что от него хвосты вот улетают. И один хвост полетит в сторону Урала и Западной Сибири. Даже сюда Казахстан чуть-чуть заденет. К востоку от Ямала чуть-чуть опустится вот этот циклон. Но особых осадков он не принесет. Вот здесь по югу Сибири небольшая полоса таких осадков. И на побережье Охотского моря тоже сохранится вот эта система с осадками. Так, завтра этот циклон уже дойдет до Южной Норвегии и Дании. Смотрите, как быстро он шагает. Его хвост будет проходить через Германию, Францию. То есть будут дожди. Дожди будут в Западной Европе. Но чуть восточнее зато создают потоки теплого воздуха, который опять же устремляется на север. И отодвигают зиму, просто выгоняют ее. ЗАО в районе Урала. Поволжье вот здесь остатки этого хвоста немножко просыпется дождем и снегом. А в Сибири расползется этот циклон в разные стороны. И тоже кое-где пройдет снег в связи с этими процессами. Так, в районе Охотского моря тоже распадется потихонечку этот циклон. В США над Великими озерами так и останется, а хвост сместится к востоку. То есть будут уже восточные штаты задействованы. Ну что, смотрим. В ночь уже с четверга на пятницу. В США хвост просто поднимется сюда, в район, опять же, Нью-Йорка и Массачусетса. Но сам циклон не движется. По югу здесь подойдет к Англии и Франции еще один циклон область низкого давления будет влиять. Циклон из Норвегии перейдет уже между Швецией и Финляндией. То есть будет пытаться прорваться в Балтику. Здесь вот будет в Восточной Европе такой хвост, остаток, да, в виде полосы. Небольшие осадки ожидает, может быть, где-то будет ледяной дождь. Ну и в Сибири тоже такие остаточные явления. То есть циклоны практически распадаются. И вот здесь вот над Южной Сибирью опять такой мощный антициклон находится. Также антициклон находится над Северным Казахстаном и Уралом. И, соответственно, теплый воздух вот идет вот сюда в Восточную Европу и начинает мощно ее прогревать. Ну а теперь давайте посмотрим температуры. Сейчас у нас на западе США вот здесь холод устремляется. Посмотрите в Техасе какие мощные перепады. На востоке, в северной части, ну, морозов нет, но вот так вот прохладно. А по югу мы видим тепло и настоящее летнее тепло только во Флориде практически. В Европе чуть-чуть потеплело, то есть все-таки сдули эти ветры, мороз, отдули его куда-то на северо-восток подальше, в сторону Финляндии. И мы видим, что температура где-то 10-12, где-то 14 градусов. Вот на Балканах пожарче. Здесь 21, в Бухаресте 19. В Кривом Роге потеплело опять 16 градусов, в Киеве плюс 13, в Харькове 11 градусов. Прохладно вот в Финляндии, в Санкт-Петербурге около нуля, в Петрозаводске плюс 1. И вот теплый воздух устремляется к Архангельску, там плюс 4. И как раз пишет Муфат об этом, что солнечно даже у них, днем плюс 3. Но вот за счет циклона, да, ветер поднимается, то есть ветреная погода. Поэтому, вот так вот, Виталий пишет из Полтавы, что у них было пасмурно и плюс 10. Но теперь еще сегодня теплее, мне кажется, должно быть плюс 12 взято точно. Вот, так, пишут также в Башскирии, что ждут весны и тепла с нестерпением. Ветер, прохладно, ночью минус 3. Но вот давайте посмотрим, сегодня в Уфе уже плюс 4. Вы чувствуете, уже жизнь налаживается и дальше еще и еще будет теплее становиться воздух. Также интересные процессы происходят в Сибири. Смотрите, вчера было плюс 16, но в Сибирске сегодня 8, в Томске 6. В Абакане плюс 19. И, я не знаю, получил сообщение, что в Иркутске сегодня было плюс 16. Так что, Алексей или Батвей, тогда, если вы смотрите, подтвердите, была ли достигнута реально такая температура или это такие оптимистичные какие-то данные, полученные на солнечной стороне, допустим. И прохлада остается вот у нас в Якутии еще минус 9. На побережье Яхотского моря мы видим тоже примерно в пределах минус 10 градусов. Южно-Сахалинск минус 3. Ну и в Японии пока тоже тепло особо не становится. Здесь пока на севере около нуля. Ну вот тепло потихонечку мы видим в Китай приходит, заходит в Среднюю Азию и, мне кажется, этот процесс будет продолжаться. Пришло время и как раз вот антициклон установился на нужном месте для того, чтобы тепло пошло в Евразию. Ну вот ночью пытается сегодня что-то противостоять, зима еще, но видно, что это около нуля, очень слабенькие. И максимум здесь через Скандинавию будет заход холода. В Северной Америке вообще будет теплый день. Видно, что по западу устремляется тепло вот сюда вот далеко, чуть ли не до Аляски. И потихонечку прогреваются великие равнины. Также сохраняется поток теплого воздуха и ночью вот сюда в сторону Восточной Сибири. Ну и в Средней Азии мы видим уже такую нормальную весеннюю теплую ночь. Также не холодно у нас и в Европе. Смотрим теперь завтра днем. Давайте посмотрим, какие у нас процессы будут происходить. Ну вот резко прогреет, смотрите, от Балтики до Каспии. Прям такой полосой ровный. То есть это значит, что снежный покров будет интенсивно таять. И потихонечку теплеет здесь по Волжье в сторону опять Южного Урала. Тепло распространяется. Хотя вот здесь на Среднем Урале еще по хребту видно, что пытается морозец как-то зацепиться. Теплеет и в Восточную Сибирь, и в Якутию заходит. Вот только на Дальнем Востоке мы видим все еще сохраняется область прохлады. И морозы вот больше тяготеют сейчас побережью Северного Ледовитого океана. Давайте посмотрим в ночь на пятницу. Ну примерно такая же ситуация, что в Северной Америке, что в Евразии. Больших изменений нет. Давайте глянем теперь 15 апреля. Это уже середина месяца. Здесь довольно-таки тепло будет в Европе, практически во всей, вот за исключением Урала и региона, может быть Западной Сибири кое-где. И вот уже где-то в Восточной Сибири возможно небольшая прохлада. Видно, что морозы смещаются в Магаданскую область и на Колыму. Их выбивают даже с Таймыра полностью, с Красноярского края. То есть там остается температура около нуля. А вот в США очередная волна холода, смотрите, проходит сюда. И здесь возможны резкие перепады, соответственно, вспышки неприятных явлений. Ну а с вами был Алекс, канал Береги Лаб. Отличное упражнение. Убреки Лаб. Продолжение следует...